На сцене наши кролики. Народные артисты Украины Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Где этот асталон? Где этот асталон? Да кто же меня вызывал, ёлки-палкин? Кто вызывал, я директор моё, я тебя вызову, кого-то я. Добрый день. Здравствуйте. Это я вас вызывала. Это я вас вызывала. Что тебе представить? Директор школы Изольда Тихоновна. Очень приятно. Отец! Извините. Так вот, я как директор... А я отец. Я курей-грыль продаю, 20 курочек продаю, одна остаётся. Вы меня не поняли. Я как директор хочу поговорить о вашем ребёнке. Дело в том, что учительница географии жалуется... Да я ж ему сколько раз говорил, что ты попёрся на эту географию. У вас там что, больше некому двойки получать? Попёрся. Подождите, вы меня не поняли. Учительница, я как директор... А я отец. Я курей-грыль продаю. Будете проходить, третя палатка от края. 20 курочек продаю, одна остаётся. Прекратите, пожалуйста. Я как директор хочу поставить вас... Меня? Да я сам кого хочешь поставлю. Я ж один на две палатки и шачу. 20 курочек продаю, одна остаётся. Так, что вы... Подождите, пожалуйста. Я хочу поставить вас перед фактом. А это кто? Это никто, это факт. Я хочу поставить вас перед фактом... Я понимаю. Я для своего ребёнка любого перед фактом поставлю. Я так поставлю на все четыре... 400% перевыполнение плана гарантирует. 20 курочек продаю, одна остаётся. Слушайте, прекратите, пожалуйста. Так вот, давайте ближе к делу. Давайте. Учительство географии жалуется, что ваш ребёнок опять карту полушарий с глобусом перепутал. Представляете? Представляю. Потому что пусть эта ваша географичка сначала свои глобусы поприкрывает. А то у некоторых полушарий их за орбит выскакивает. А я этого урода дома так поперёк задних полушарий отхожу. Да перестаньте вы. Чтоб и знал, как позорить одинокую мать при живом муже, в которых два остолопа одного поля ягоды недалеко от яблони падают. Так, а вот ты где, остолопа, ну иди сюда. Ты знаешь, что тебе тётя рассказывает? Подожди, стой там. Остолоп! Подождите, послушайте меня. Прекратите, пожалуйста. Кстати, ваш остолоп... Простите, пожалуйста. Ваш ребёнок утверждает, что папуасы съели Миклуха Маклая. Представляете? Да вы шо? Да? Так ему же завтра на работу. Кому на работу? Ну папуасу этому Миклухе Маклаю. Он же у нас на рынке работает, территорию подметает. Не, ну если не пьяный, конечно. Да ну что вы такое говорите? Ну как твой Маклай. Это другой Миклуха Маклай путешественник, который у вас на рынке не подметает. А ты смотри, ну развелось этих Миклухов. Бедный ребёнок не знает, за какого Маклая ему хвататься. Значит так, послушайте меня. Хвататься ему пора за учебники. А вы со своей стороны как родители. Это вы о ком? Я отец-одиночка при живой супруге. Как начало с понедельника, так третий месяц не просыхает. Вчера залезла на гриль вместе с курами. А это-то столов под видом в рубина полную. Открываю, сиди, там горевшая ворона каркает. Я как ухватился за Маклай, да как вытащил из штанов. Да что вы говорите, как вам не стыдно? Вы в альбоматор. Ого, да как крикну, шо ж ты свою альбоматор. Да как вытащил из штанов ремень, да как цыпля этому паразиту. А вот ремень я против, это антипедагогично. Согласен. Короче, будете проходить. Третья палатка от края. Двадцать курочек продают. Одна остаётся. Слушайте, вы лучше о ребёнке подумайте. А что? О том, что он перед уроком физкультуры вместе с учителем труда подглядывал в раздевалке у девочек. Представляете? Представляю. Так я ему лично дрели дал. И сверло на восемнадцать. А с тебя от столов сколько раз говорил, возьми сверло на двадцать четыре. Дырка будет больше. Так же, на день глаз помещается, а так четыре. А столовый часы, тётя над тобой смеётся. Всё, прекратите. Прекратите. Давайте вернёмся к нашим баранам. Какая баранина? Вы мои курочки трогали. Вы их пробовали, мои курочки. Двадцать курочек продают, одна остаётся. При любовь к кризисе живая копейка в доме в виде жареной курочки. Да ну что вы со своими курочками? Ну как вам не стыдно? Давайте поговорим о геометрии. Давайте. О, геометрия такая. Заходите на рынок. И по пендикуляру сразу третья палатка от края. Двадцать курочек продаю, две остаётся. Да что у вас в своих курочках пропадение пропадом? Минуточку. У меня ничего не пропадает. Двадцать курочек получаю, двадцать одну продаю, одну домой приношу. Полная окупаемость. Будете проходить третья палатка по пендикуляру справа. Да давайте о ребёнке. Смотрите. Давайте. Вот возьмём иностранный язык. Так. Я вчера буквально на английском спрашиваю его. Who is your father? А кто твой отец? Так вы знаете, что он мне ответил? Что? Что, вот это сказал на родного отца? Да. Так вот я прошу, английский нужно срочно подтянуть. Так. А литература. Вы знаете, что он в сочинении написал, что Гоголь умер от китайской диеты. Представляете? Шо? Гоголь умер. И правильно. Сколько Гоголя не корми, а у Толстого война и мир всё равно толще. А вы знаете, что он буквально вчера устроил на химии? Так, не знаю, как там у него с химией, но скажу я вам в математике. Он Аскар Фельдсман. 20 курочек распродаст, и деньги есть, и 3 получается. А я как ни стараюсь, только дверь выкручиваю. Спрашивается, кто из нас от столов. Да какая математика? Он у вас без сектрису от перпендикуляра отличить не может. Представляете? Представляю. Видел я эту вашу бисектрису. Когда она с замелом нагибается, у некоторых перпендикуляр под партой не помягчается. Поймите вы, наконец, пятый класс. Уже совсем большой мальчик. Так я живу сколько раз, говорю, а столов. Да тобой же все одноклассники смеются. 26 лет пора жениться на географичке. А он бисектриса, бисектриса. Поймите вы, в конце концов, мы его опять хотим на второй год оставить. Правильно, математический класс. Он вам покажет. Он вам всех так, так все попересчитает, что этот пипогорь из своих штанов выскочит. Короче так, география такая. Идем сейчас на рынок и будем дегустировать моих курок. А столов, что глаза вылупил, бегом за пивом. Что, у тебя в сухомятку будет пиво и курочку хомяки. Короче так, красивая, поехали кататься. Подождите, у меня урок. У меня урок. Все, что-то так, что-то так. У меня урок. Таял.